Всех приветствую, с вами я, ваш Веган Христолюб. На своем сегодня вот такое вот видео. Возрастание в познании истины, или более длинное название, это «Откуда разномыслие». Сегодня, давненько я с вами не говорил в простоте слова, в последнее время я много выкладываю роликов о последних временах, это материал исследовательский, глубокий, со всеми параллельными местами, пересылками. Ну вот сейчас хотел бы с вами, сегодня не стал готовить ни страничку, ни картинки, ни иллюстрации. Одна иллюстрация у вас будет на экране, достаточно говорящая, я ее сам немножко долепил, кое-что там, да, из интернета скачал и сам долепил. Вот того вот крестоносителя внизу, это я уж сам на этот рисунок прилепил, очень получилось то, что я хотел изобразить. Я хотел, основная мысль сегодняшнего видео будет, это о том, что, почему в Библии, да ладно в Библии, в Евангелии, есть разные вещи, говорящие, казалось бы, об одном и том же, но с другой стороны, по-разному. Порой противоречащие, как говорят друг друга. Я для примера, в принципе, некоторые темы набросаем, ну так, ну основной, давайте возьмем, просто поводом еще для этого видео явилось то, что я решил все-таки записать серию, небольшую серию видео о том, что Иисус Христос Бог. Сам плейлист у меня есть, есть страничка на сайте христолюб.ру, по-английски христолюб.рф, по-русски можете набрать. Нет, конечно же, я ролики на эту тему, безусловно, записывал, какой бы я был христианин, тем более, который исповедует, что Иисус не просто пророк, не просто учитель нравственности, не просто Сын Божий, не просто Мессия, а сам, не просто аватар Духа Святого там, или временное воплощение Божие. Нет, это самый настоящий Бог-любовь, вечный Бог-любовь, который всегда был во плоти и лишь открылся людям, чтобы они на него некоторое время посмотрели, на его подвиг, какой он совершил, и пошли тем же путем за ним. Так вот, на этом самом ярком примере, наверное, я и хотел просто сегодня поговорить. Это будет, конечно, ролик и поучающий, и утешительный для тех, кто все понимает. Мне все равно часто задают вопросы, терзают, когда терзаются люди, что их окружение, неважно, пусть вы неизвестные, там, блогеры какие-то, не ведете там, как они даже какие-то социальные сети, но все равно тот, кто настоящий христианин, человек, пребывающий в истине, живущий в своей жизни, все равно он светит кому-то из своих каких-то близких окружений, там, родителей, детей, друзей, родственников, сработников, все равно он светит, потому что он просто свет. Естественно, за это прилетает, естественно, он с кем-то пытается на эту тему говорить, кто-то до него доколебывается, он дает ответ, и при всех попытках часто ничего не получается, люди вокруг не меняются, да, несмотря на его святую жизнь, но сами люди не хотят покаяться, принять истину и жить в согласии в соответствии с этой истиной, будучи достойным этой истины, да, по своей жизни. Вот в конце я и на это, конечно, дам свои комментарии, мысли, опытом поделюсь тоже обязательно. Ну, а начнем мы с того, что вот откуда, и очень яркий пример, вот споры, причем буквально действительно споры между христианами и нехристианами, начиная от атеистов, заканчивая, там, не знаю, мусульманами, иудеями, да, кто такой Иисус. И даже среди христиан этот же спор все равно остается. Да, среди христиан уже отметаются такие вещи, как он там просто хороший человек, просто пророк, просто мессия даже, да, вот. Но там уже идут споры, а кто он все-таки, сын Божий, пусть даже единородный. Третья ипоста и святой троица, или он сам воплощенный Бог. Без всяких троиц, без сыновства Божьего, он и есть Бог. Он отец одно, он отец и сын, и мать для нас, и Дух Святой, он же человек, он же Иисус, он же крутит все мироздание. То есть, очень такой яркий пример поговорить о том, откуда вот эти все разногласия и как их побороть. Я вам заранее отвечу, что побороть их никак невозможно. Их побороть можно только одним, полнотой познания истины каждого человека. Апостол Павел как-то очень хорошо, как я вам сказал, сегодня я не то что цитировать не буду, я не буду вам всякие тексты большие зачитывать. У нормального проповедника, тем более христианского, естественно, просто с языка все равно соскакивают библейские цитаты, от этого никуда не уйдешь, да это и хорошо, в общем-то, да. И Павел как-то хорошо сказал на эту тему, что да, все мы когда-нибудь придем в совершенство познания. Это очень важно, да, и вот когда мы придем в эту полноту познания, тогда мы все будем едины, там, все у нас будет хорошо. Причем очень важная мысль о том, что это не должно быть, знаете, искусственно. Ой, давайте все объединяться, мне такие предложения поступали, и просто там советы, рекомендации. Почему ты не говоришь там об объединении всех христиан? Я говорю, я с кем должен объединяться? С православными, с католиками, с протестантами? Не потому что я там брезгую, да, по плоти имени, по духу, да. Зачем мне соединяться с чем-то нечистым? А зачем мне их между собой соединять? Они несут такую чепуху, которая людей в погибель ведет. Какая цель этого объединения внешнего? То, что мы якобы все Христа исповедуем как-то, это не повод объединяться абсолютно. Давайте тогда со всеми магометанами, кришнаитами, буддистами объединимся только что. Вроде как тоже какого-то Бог признает. Бог-то можно какого угодно. Бог-то один, я не спорю. Бог один, да, он один. Блин, кто этот Бог-то? По сути, видимый и невидимый. Кто он такой-то? Все, оказывается, свой образ вкладывают. Какой образ у них, мне даром не нужен. Упаси меня Бог, как я все говорю, от такого образа Божьего, за которым я должен буду следовать. Так вот, откуда вот такие, как эти разногласия, почему они есть и в Библии, в той же самой. И более того, ладно, в Библии-то там ветхое с новым намешали, но даже в Евангелии. Я говорю, на примере вот того, что Иисус Бог или не Бог, или кто он есть, пророк, учитель, сын Божий. Очень хорошо просто это все видно. Давайте вспомним просто кратко что-то, еще раз просто пробежимся. Кем Иисуса называли? Пророком? Называли. Есть места в Писании, в Евангелии, в частности, в Евангелии, то есть в книжке о жизни и учении Иисуса Христа. Есть, что его называют пророком? Да. Есть, что его называют учителем? Есть. Есть. Даже сам он называет себя всеми этими званиями? Да. Называет он себя учитель или его учителем? Да, называют. Называет его господином? Да, называют. Называет его господом? Тоже называют. Называет его сыном Божьим? Да, называют. Даже бесы называли святым Божьим Называл он себя? Тоже называл Называл он себя Богом? Тоже называл Называли его Богом? Тоже называли ученики его Так кто же он есть? Как это все совместить? Он Бог или не Бог? Или он просто пророк? Или он просто учитель высоконравственный? Кто он такой-то есть? Вы знаете, Библия такая интересная вещь Она ничем не отличается от нашего мироздания В нем все есть И точно так же, как человек в жизни растет от младенца Вы помните эти образы? Я просто почему не стал какую-то страницу собирать вам И рисунки тоже Все это очень много труда занимает, много времени И вот я сам уже соскучился в простоте слова с вами поговорить Сколько образов об этом? Об этом возрастании Вы знаете, почему я об этом говорю постоянно? Потому что сам Иисус об этом постоянно говорил Я устану перечислять все фразы, которые Иисус говорил Что должно вам стать учителями Что ученик должен стать учителем А когда станет, как его учитель И довольна для него Сколько об этом Иисус говорил Что вы должны стать совершенными, как Отец Совершенный Ваш Небесный Об этом Иисус все время говорил Что доколе вы не понимаете Что Иисус говорил, что я бы вам еще больше сказал, но вы не можете вместить Оказывается, можно вместить и больше Надо быть способным к этому Оказывается, есть, нет, так скажем, предела А если он и есть, то это не просто спасен по вере плюс ничего И все, нет, Иисус говорит, вот, есть, да И этой притчей не понимаете, как другие притчи будете уразумевать Оказывается, мы видим разный уровень познания Мы видим разный уровень веры, вспомните Кому-то было просто необходимо, чтобы Иисус рукой коснулся Что-то там налепил, куда-то пошел, да, что-то сказал А вы помните, причем в основном это было не среди иудеев Вспомните, военачальника римского сотника, да Который говорил, мне достаточно, ты просто пожелаешь этого И так будет Дикая женщина-язычника, у которой дочь была бесноватая Тоже сказала, если ты просто скажешь, и все Женщина кровоточивая, которая просто, да, решила, что Иисус это такая сила, это такое необычное существо к нам явилось Под именем Иисуса Христа, что достаточно просто до него докасываться Даже ничего не просить Что из него просто исходит сил, я докоснусь, я исцелею То есть мы видим, каждому давалось поверье Более того, Иисус восхвалял Мы помним, что как раз веру сотника Он поставил в пример иудеям Что я в Израиле такой веры не нашел Оказывается, то, что вы там просите, пойди меня Это не самая высокая степень Оказывается, есть степень высокая Вот сотник, он говорит, да, вот такой бы веры должен быть исполнить весь Израиль Чего я не нашел Мы видим же это, что планки разные Оказывается, действительно, путь христианина Это не спасение по вере плюс ничего Я свят праведностью Христа Нет Ты каешься Не зря есть понятие рождения от Святого Духа Ты только зачался, родился Потом ты младенец во Христе Вы помните, Иоанн так и писал Пишу вам дети, пишу вам юноши, пишу вам старцы Там он, конечно, и по плоти имел в виду, но и по духу Вот этот принцип возрастания в познании истины Он пронизывает все Евангелие Только идиот будет спорить с тем, что это не так Но я на своем пути таких, простите, идиотов встречаю постоянно Это вот беда И вы знаете, в чем проблема, когда мы очень часто общаемся друг с другом, даже христианин Получается так, что дети Ведь по взрослому это бывает, что по плоти человек даже старше тебя Может быть в два раза, тебе 30, ему 60 Но он младенец во Христе, а ты старец Он несет такую чепуху, которую я говорю И он думает, что он там что-то понял Неважно, он может быть при этих 60 лет и 30 лет во Христе А ты при 30, 10 лет во Христе И может быть в 100 раз мудрее него Мы знаем с вами, что Иисусу было 30, ну около 30, как говорится, да Когда он вышел на проповедь И вот именно все эти великомудрые, бородатые до колена ученые не понимали его И он ничего у них не спрашивал, а учил их истине Это очень важно тоже понимать Возраст тоже, это не показатель, мужчина или женщина И возрастание, конечно же, есть И вот эти все недопонимания очень часто, конечно же, из-за того, что просто эти люди не выросли во Христе Вот и все Не достигли полноты познания И беда еще в том И вот тех, кто вот этого познания с полноты не достиг Знаете, в чем беда? Они пытаются все это слепить в одну кучу Не понимая, что это просто для разных людей сказано Поначалу ты в Библии Ну давайте сегодня даже не о Библии, я говорю, будем сейчас о Евангелии В частности говорить, вот этот пример, кто Иисус Да, ты где-то читаешь, что вот он вот такой вот Пока Бог вообще является людям и открывается людям Настолько, насколько они способны понять Ну как я говорю, плюс 10% того, что они не способны Как мы детям всегда После того, как грудничка, как это называют от слова, что он грудное молоко матери От груди питается Мы же ему не сразу сухари в рот засовываем Ребенок есть учится тоже потихоньку После грудного молока, грудного вскармливания Идет период там всяких пюрешечек, кашечек, да Всякого все пережеванного и так далее Пусть это не тверда пища, но уже не совсем молочко Это уже какое-то пюре, какая-то жижка Ну все твердее, твердее, твердее Вы помните, Павел так об этом и писал Я питал вас грудным молоком Пришло время и сухари, и твердой пищи Жаль, что вы иногда не способны к этой пище Вы вспомните, как в Евреев написано Вам время быть учителями А вы все ученички там сидите в первом классе Это очень важно Эта тема всегда есть И к сожалению, вот эти вот младенцы во Христе Так их назовем, да Пытаются вот порой слепить все это Это абсолютно неправильно Да, и друг с другом ведут споры Из-за того, что просто кто-то не достиг Есть уровень совершенства, вот и все Я говорю, когда человек сам становится взрослым Вы знаете, это вот как по плоти Все так же и по духу происходит у человека Точно так же, как человек возрастает Я рассказывал, я на своих примерах Я думаю, что у вас то же самое все Что когда-то там в детстве мы ездили Там родители возили на турбазу Казалось, что это где-то, знаете, там За 3-9 земель где-то там Вообще мы едем куда-то на другую галактику Ты там в этом автобусе Маленький ребенок в окно там смотришь В какие-то леса там уезжали Тем более я же в городе вырос В миллионнике, да Казалось, едем Какая-то природа, там речка Казалось, это где-то там Знаете, когда я вырос Мы стали туда с ребятами уже на велосипедах ездить Да, а потом на мотоциклах и машинах Оказалось, что там недалеко за городом Это турбаза там на речке На которой мы потом всю молодость провели Да, вот Но в детстве это казалось Где-то там Тебя там высади, выкини И ты никогда в жизни до дома не доберешься Это какая-то другая галактика Ты же ребенок Ты же не понимаешь Что там земля круглая Куда идти Как ориентироваться Что есть карты А уж сейчас в современном мире Вон есть интернет Ты все можешь посмотреть и видеть Да, все соображаешь У тебя весь мир на ладони Тогда казалось Ой, что это где-то там Что-то безграничное Но когда ты возрастаешь Все кажется маленьким Тогда какой-то там соседний Тогда район, город Какой-то куда-то там Это казалось Мы куда-то едем Куда-то там вообще Где нам там все Кроссовки поснимают Морду надобьют Это где-то так далеко Когда ты возрастаешь Для тебя город-миллионник Становится вот таким Вот ты все район Ты уж там во всех трущобах побывал Начинаешь работать Там по работе Ты уж все знаешь Где-нибудь там И просто по жизни Там с кем-то познакомился Там весь город И потихоньку знаешь Там город-миллионник Для человека становится Вообще там деревней Вот Которую ты все знаешь И спокойно И без навигаторов И ездишь И ходишь И все можешь найти Да И весь его понимаешь Казалось бы Агроменный там город Да Вот Здесь то же самое Понимаете И вот эта вот беда Конечно Когда люди Начинают Да Друг другу что-то Когда знаете Вот Ты когда познаешь Высшее Ты уже к нижнему Не возвращаешься Но когда ты вырос Взрослый человек Это же будет глупо Когда он будет сидеть В песочнице Играться Да Всему Каждому возрасту Есть своя Своя мера Своя красота Своё время Своё Миропонимание А в плотском Я говорю Свои дела У человека В каждом возрасте Так скажем Да В меру его Вот этого Развития Это конечно беда Вот И когда ты что-то там Кому-то доказывать Я говорю Когда есть высшая планка Ты всегда выбираешь Высшая Если ты до неё дорос Уже Да Ты всегда Всё на ней останавливаешься Всё что там внизу Ты всё это прошёл Маленькому ребёнку Естественно Никто не будет объяснять Откуда все эти повелись Там что Ребёнок из капусты Аист принёс И так далее Ну откуда это Естественно сначала Ну что ты будешь ребёнку Там не знаю В 5 лет В 7 лет В 10 лет Когда там они начинают спрашивать У всех Наверное по-разному Откуда мам Дети Откуда я взялся Откуда братик Сестрин Там взялся Откуда вы взялись Вначале конечно Кто будет объяснять ребёнку Что это вот Мама с папой занялись Сексом Как это у нас говорят Любовью Как угодно Назовите Или чем угодно Да Телесными радостями И вот тут Там Пестик тычинка Яйцеклетка Сперматозоид И вот там Зачался В животике Вырос Кто будет Зачем это ребёнку 7 летнего возраста Ну ему сказали Что в капусте нашли Ну и всё И ребёнка Это устраивает Родители Зачем ему сейчас Это объяснять Да Раз об этом ребёнок Спрашивает В принципе он тоже Вырастает Раз у него такие Появляются вопросы На эти вопросы На эти запросы Ребёнку нужно Давать ответы Ну естественно Мы понимаем Что зачем ему Это он всё равно Не поймёт Вопрос ещё В голове возникший Это ещё не значит Что у него Природное созревание Вот это половое Происходит Там всё Да Это же нет Мы же видим Половое созревание Оно физическое Оно отстаёт От ума Да Если он задался Об этом Откуда я взялся В десятилетнем Мы это понимаем То Бог так устроил Что половой созревание Позже приходит Он этот вопрос задал Не потому Что у него Уже какое-то там Сексуальное влечение Я думаю Мы по себе Всё это знаем Хотя Мальчики за девочками Бегают И косички За косички Дёргают Уже где-то в первом классе С одной стороны Можно где-то тоже Это совместить Но действительно Может быть Я говорю Где-то там Это и есть Какая-то связь Прямо Но она настолько Тонкая И порой невидимая Мы же этого не так Прям созерцаем Одно дело Дёргать за косичку Но он же ей Не предложение делает То есть Понятно Что ребёнок Не осознаёт Зачем он это делает Вот Это всё-таки Причём Дёрганье за косички Ребёнок-то не понимает Вот именно Что Ей больно Это ты так Пытаешься Свою любовь На себя внимание Обратить Но ей-то больно А любовь-то Не делает боли Да Как говорят Любовь не причиняет боль Боль причиняет Те Кто не умеет любить Вот Поэтому где-то Оно связано Действительно Да Но кто действительно Нормальный человек Будет там Я говорю Не знаю Ребёнку в возрасте Там 5-6 лет Объяснять Как по-настоящему Дети Происходит Ну да Уже действительно Более в взрослом возрасте Но будет глупость Ты будешь До 15 лет Настаивать Что его аист принёс Особенно в современном мире Когда Есть доступ к интернету Уже даже у маленьких детей Не знаю Кто там как Блокирует Через эти смартфоны Или не даёт Но они у других Могут смотреть У своих сверстников Вот То есть конечно же В принципе Даже с ребёнком Во-первых В том самом сексе Нет ничего плохого Конечно Поэтому можно Прямо с ребёнком Говорить Но я говорю Тут надо просто понимать Что всему своё время Возьмите Какие-нибудь научные знания То же самое Начинается с маленького Человек там 2 плюс 2 складывает Какие-то простые вещи Возьмите любую профессию Ну сначала ты делаешь Ну сначала ты делаешь простые вещи Потом ты там Как говорят Какие-нибудь Фильдепестеры Выкручиваешь Возьмите творчество Художников Там не знаю Певцов Поэтов Музыкантов Ну сначала ты два аккорда Еле-еле там берёшь А потом там такие Посмотрите на великих Каких-нибудь музыкантов Каких-нибудь инструментов Какие-нибудь там Пируэты выкручиваются Этим инструментом Да Какие виртуозы там совершают Возьмите какой-нибудь спорт Да Ну сначала Как-нибудь корявенько Двигается Посмотрите какой там Танцор потом В каком-нибудь Определённом жанре Вырастает Да Человек развивается Человек развивается И уже развившись Если он стал гениальным Там гитаристом Там Я говорю Там За пальцами следить Не успеваешь Как он играет Ну разве он сможет Когда-нибудь сыграть Теперь плохо Разве он может Теперь делать Что-то плохо Когда он это делает В совершенстве Он даже сымитировать При желании Хороший танцор Какие-нибудь уродливые кривляния Своих первых Начинали Он просто физически не сможет У него уже все в привычке Он что бы не пробовал У него классно уже получается Потому что он стал просто Совершенным профессионалом Своего дела Вот и все Он разве сможет Даже ради юродства У него это будет выглядеть Просто прекрасно Это так и есть Здесь то же самое Знаете Вот возьмите Я возвращаюсь теперь К Евангелию Да Для тех кто дорос Дорос До того Что Иисус Бог Что смущаться На того Что вам вот Тычет в Библии Вот а тут Вот он себе Там говорит Вот сына человеческого Вознесете Да Или вот Вы называетесь у меня Учителем И я точно то Ну и что Ну говорит Да И что Ну говорит И другое Я есть он Я сущий Говорит Говорит Ученики его По-разному О нем говорят Но это богослово Говорит Что вначале Было слово И слово Было Вначале Было слово И слово Было у Бога И слово Было Бог Оно было И стало плотью И обитало с нами Он говорит Что этот Бог Слово Стало плотью И обитало с нами Которое мы видели Своими глазами Слышали Своими ушами Сизали Своими руками Ну и что Ну куда это денем Как мы будем Это совмещать С чем-то другим Это несовместимые вещи Это просто высота познания Ты познал, так примей, и будь спокойным Другому ты можешь точно так же просто сказать Примет он хорошо, дорастет он до этого хорошо Нет, ты ничего не сделаешь, если он сегодня еще до этого не дорос Ни в коем случае только не принимайте вот эту глупую мысль Я сколько слышал, знаете Вот, да пока Бог человеку что-то не откроет, ничего ты не сделаешь Ну, знаете, тогда зачем Иисус приходил? По такой же логике можно, да Ведь Иисус сам говорил, что в принципе, да Вы не познаете истину до тех пор, пока Отец вам не откроет Это действительно так Но при этом Иисус внешне трудился, людям открывал истину Просто другой вопрос Мы в конце к этому еще подойдем Да я сейчас скажу, что действительно, как Иисус научил Нам сердце надо постараться вопрос не рвать Иисус прямо сказал Заходите куда-нибудь с миром Раз-два сказал, слушают, хорошо Нет, не принимают тебя Вышел, отряз прах, пошел дальше Вот и все Тут просто надо научиться, как я называю, святому пофигизму во Христе Это не сразу приходит И это не говорит, что у тебя на сердце должно быть ожесточение Или пофигизм сердечный Нет, умом просто надо себя понять в этой жизни Что даже знание о том, что Бог есть абсолютная любовь И что все когда-нибудь покаятся И когда-нибудь, как Павел писал Все мы сольемся в едином хороводе любви Что Бог будет всячески во всем Это не значит, что сегодня надо в две крайности впасть То есть, либо забить на все, либо наоборот, там чуть ли не кувалды кому-то что-то в голову вбивать Нет, тут должна быть гармония Ты сказал, кто тянется, продолжай Кто оттолкнул тебя, отойди Вот и все Мы что-то делаем, да Но результат от нас не зависит, действительно Кто-то уже распахан, кто-то готов в жизни к этим познаниям Кто-то нет Это очень важно, да Возьмите спасение по вере протестантской Как всегда, этот бред, да Можно вырывать из Евангелия И уж тем более из Нового Завета Там мест, где Иисус говорит Даже Иисус говорит, да Верующий в меня имеет жизнь вечную Ну да, хорошо, говорит А что дальше написано? Он сказал, уверовавшим в него иудеям Да, сначала Иисус говорит Ты поверь сначала Мне и в меня, кто я И что я говорю Ты поверь в это Потому что я говорю, будешь Цветой жизнью жить Будешь в раю А будешь грешный, будешь в аду Поверь мне, что я тебе говорю как Бог Что только Бог такое может Провозглашать истину, так скажем И ты должен принять ее как истиной Ну естественно, поверишь, последуешь Потому что она связана с твоим будущим С твоими результатами С последствиями того, что ты будешь делать Разве Иисус не сказал потом Написано Да, легко вырвать одно место в Евангелии от Иоанна Да, верующий в меня имеет жизнь вечную Да, а тут же он говорит Когда уйди Кто-то, написано Некоторые уверовали Говорит И говорит к уверовавшим в него иудеям Кто соблюдает слово мое Ну вырвать можно, конечно Понятно, что прежде чем соблюдать Надо принять Надо поверить Надо пожелать этого Да, я слышу и я соглашаюсь С тем, что ты говоришь Я это верю, я это принимаю Значит, я буду так поступать Тогда Ты решаешь Потому что Иисус говорит Слушающий в другом месте И не исполняющий слов моих А разве Иисус не говорил в том же месте Что будьте совершенны Как совершенны Отец ваш небесный Слушающий неисполняемый Подобен Человеку безрассудному Когда мы познали совершенство Когда мы познали Что путь святости Это путь святой жизни Жертвенной любви Путь любви ко всему К растительному миру К животному миру К миру духов К людям Разве можем потом спуститься На нижнюю планку Из Библии Можно понаворовать Всего чего угодно Тем более из Библии Если в Евангелии Можно все это Из Библии Хотя в Евангелии есть Пища И для младенцев И для отроков Ты подрос Хорошо Вначале для тебя Иисус пророк Учитель нравственности Хорошо Ты читаешь И живешь Поэтому Если ты будешь жить Святой жизнью У тебя будут глаза открываться Пелена потихонечку Спадать Спадать Покрывало Моисеева У кого там будет закатываться Ты будешь дальше Прозревать дальше Увидишь в нем Мессию Увидишь в нем Сына Божьего Единородного Может быть даже А в оконцовке Увидишь в него Да Самого Бога Ну или сначала Вторую ипостась Святой Троицы Равно божественной А в оконцовке Поймешь Что он и есть Тот самый настоящий Бог По образу и подобию Которого мы созданы Мы не по образу Троицы созданы Мы по образу Одного человека Бога-человека Созданного Иисуса Христа Он и есть Бог Дорастаешь ты до этого Конечно Возьмите целиком Библию Так там вообще можно Столько наковырять Уж простите Я буду говорить прямо Потому что я заметил Что когда говоришь Прямо Грубоватыми иногда словами Доходит намного лучше В Библии Можно столько Говна наковырять И сказать Пожалуйста Вот он же делает А чем я хуже А чем я хуже Моисей что Разве не убивал Разве не приказывал Истреблять народы Детей, женщин Своих единоплеменников Призывал убивать Конечно Вон Соломон Вон Давид Да Рубил всех на лево и на право О чем мне нельзя Вон Соломон Да Будучи старым пердуном Уже Да На единственную жену Своего лучшего военачальника Изнасиловал Да И убил ее мужа А что А мне нельзя Ему можно А почему мне нельзя Вы знаете Пример Христа Очень яркий Когда к нему приводят Что женщину взятую В прелюбодеянии Да Якобы Вот по закону Что надо побивать Надо Иисус не позволил Когда его спрашивали Про Разводное письмо И развод Куда Иисус отправил Всех Куда их послал Когда ему сказали Вот же Моисей Позволил Разводиться И писать Разводное письмо Он сказал От начала Не было так А сделает Моисей По жестокосердию людей Он оправдал Эти Моисея Нет Оправдал тех Кому это было сказано Нет Он сказал От начала Так не было Способен Человек Возвыситься Туда До начала Это вопрос О веганстве Иисус не стал Говорить Что это истина Да Он говорит От начала Так не было От начала Вот как Вот так и живите Завет вечный Один был в раю Данная Любовь Оказывается Есть планка Туда Мало ли что там Моисей Нагородил От начала Так не было Нахватать Оттуда Можно Всего чего Угодно Вот это Вот очень важно Понять Очень важно Понять Понять Это невозможно Если у вас В сердце В голову Вам Годами Я знаете Я вот Заметил Такую страшную Вещь Это вот Это вот Мы когда читаем Евангелие Думно Ну как вот Иудеи Такие упоротые Были Вы знаете Когда ты Сам христианин Настоящий И вот смотришь На вот таких же Вот упоротых Протестантов Православных Католиков Мусульман Вот им вбили В голову Что-то Это 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 выбить Оттуда Просто невозможно Причем не то Что выбить Вот им Оттуда Это и невозможно Доброй метелкой Вымести Не злой Это вот Человек просто Закосневает Во зле И все И бесполезно Какую только Тему не возьми Потом Ты понимаешь Как было Иисусу И в иудаизме Проповедовать Истину Что Бог Есть Любовь Это было Просто невозможно Мы знаем Чем все Это Закончилось Понятно Понятие Это Бесполезно Без Святой Жизни Вот Вы Видите На этой Картинке Два Человечка Один Как раз Уже Практически Дополз Вы Помните Что Иисус Говорил Кто Идет За Мною А Креста Своего Не Несет Тот Не Мой Ученик Это Не Мой Ученик Он Не Следует За Мною Мой Ученик Он Говорит Отверни Себя Возьми Крест Свой И Следуй За Мною Путь Нелегкий Путь В Царство Небесное Тернистый И Узкий И Он Усилием Восхищается Усилен Трудом И Только Понуждающий Себя Восхищает Его Это Похоже На Протестантский Бред Про Спасение По Вере Плюс Ничего Можно Наковырять Из Библии Подобные Фразы У Павла Пановырывать Который Говорит Что я Возрастаю В любви Будьте Совершенны Что будьте Непорочны Пред Ним В любви Во всем Невеста Не имеет Ни пятна Ни порока А вот Это Куда Вырывать Ну конечно Все это Можно Приписать Что это Праведность Христа Которая Мне Тоже Далась А Я Все А Весь Этот Тернистый Путь Вы оставьте Кому Придумать Как они Назвали Евангелие Благодати Пространный Широкий Путь Куда Он Ведет Иисус Сказал В погибель Вы обманетесь Христианство Без святой Жизни Ничего Ровным Счетом Не стоит Вера Без дел Мертва Самое Ненавистное Для них Послание Павел Сказал Что Без любви Вся его Вера Которая Даже Горы Способна Переставлять Ничего Не стоит Ноль Он Ничего Не Приобрел Он Просто Дырка От Бублика Вот И все Все Его Знания Познания Пророчества Откровения Говорения На разных Языках Вся Мудрость Мира Ничего Если Любви В человеке Нет Абсолютно Просто Ноль Пустая Дырка Я Ничто Просто Ничто В нем Была Медь Звенящая Пустозвон Так У нас По-современному По-русски Есть Грубые Матерные Слова Очень Хорошо Сущность Отражающие Пустозвон Вот И все Это Очень Важно Понимать Поэтому Знаете Я Говорю Что Там С Мусульманами Что Толку Вырывать Стихи Ты Прочти Все Евангелие Целиком Там Можно Много Что Наковырять Но Ведь Ты Познаешь Истину Ты Вначале Иисус Очень Хорошо Вы же Помните Случай Где Он Исцелял Одного Слепого И Он Не Сразу Разве Иисус Не Мог Не Мог Его Сразу Исцелить Если Он Слепорожден Человеку Тут же Даровал Зрение Почему Вдруг Там С Некоторым Слепым Такой Казус Происходит Что Иисус Не Сразу Исцеляет Там Был Образ Прекрасно Понимает Какого Он Был На Заре На Рассвете Своего Христианства Каков Он На Закате На Заре Конечно Это Два Разных Человек Одно Дело Ты Узнал Истину Покаялся Начал Творить Плоды Достойные Покаяния Но Тот Кто Был Там Вначале Тот И Сегодня Это Два Разных Человека Конечно Мы Не Сразу До 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 Достаточно Всех Предъявительных Слов Иисус Своим Ученикам Что Род Неверный Прелюбодейный Доколе Буду Терпеть Вам Как Вы Всего Этого Не Понимаете Еще Много К вам Сказать Но Вы Не Можете Вместить Что Я Сейчас Делаю Когда Умывает Ноги Говорит Вы Не Понимаете Но Позже Поймете Что Сейчас За Мно Ити Не Можете Но Позже Пойдете Это Путь Христианская Жизнь Это Путь Путь Нелегкий Это Путь Святой Жизни И по Мере Иоанн Лествичник Православно Католический Святой Так И говорил Истина Познается По Силе Жития Это Замкнутый Круг Я Всегда Рассказывал Иисус Прекрасно Выразил Это Словами Что Я Свет Пришел В мир Но Вы Не Хотите Придти К Свету Потому Что Дела Ваши Злые Вот Казалось Бы Как Прийти К Иисусу По идее К Нему Идут Грешники То есть У кого Злые Дела Они Идут К Христу Каются И начинают Творить Добрые Дела А Иисус Говорит Что Вы Не Хотите Прийти Ко Мне Покаять Творить Добрые Дела Потому Дела Ваши Злые Так С чего Начать Надо Прийти К Христу Или Сначала Стать Добрым Какой Вопрос Вы Знаете Я Об этом Много Раз Вспоминал Говорю Особенно Когда Евангелие Перечитываем Простые Иисус Гениальную Вещь Сказал Никто Конечно Не найдет Там Конца И края В том Плане Куриц Илья Это Извечный Вопрос Тем более Все Это Где-то Происходит На серединке Нашей Жизни Так Скажем Действительно Люди Приходят К познанию Истины Каким Образом Вот Они Слышат Об истине И принимают Ее И начинают Менять Свою Жизнь Отвергая Зла И творя Добро Или Они Действительно Те Кто Мы Видим Что Приняли Истину То Они Сами До Этого Уже Сердце Было Распахано Может В жизни Что-то Произошло Они Умягчили Сердца Свои Какой-то Случай В жизни Еще Где-то Слышат Слово О Христе Слово Об истине И принимает Его Потому что У него Жизнь Бог Подраспахал Какими-то События Может Он Вчера Еще Был Негодяем Но Что-то В жизни Перепахало Какой-то Случай И он Стал Задумываться Правильно Или Он Живет Он Уже Изменился А тут Еще Как Иисус Говорил На Добрую Землю Еще Семечко Упало Евангелие И оно Начинает Взрастать Конечно Что Вперед Оказывается Это Вот такой Круг Как Мы Каждый День С вами Живем С утра Проснулись Вечером Ложимся И так Каждый День Так Как Христианская Жизнь Творишь Добрые Дела Любишь Все Познаешь Что Бог И есть Любовь Познаешь Через Слав Познаешь Сущность У всей Своей Познаешь Сущность Еще Больше Стремишься К святости К добрым Делам К любви Всего На свете Растительной Животной Животного Мира Людей Духов Еще Больше Всех Любишь Проявляет В своей Жизни Еще Больше Познаешь Через Дела Твоя Сущность Меняется Да Если Ты сначала Сдерживаешься Чтобы не Творить Зло Чтобы не Послать Кого Подальше Не Обозвать Не Оскорбить Даже Тех Кто Тебя Оскорбляет Потихоньку И становится Твоей Сущностью Ты Все Меньше Сдерживаешься Все Больше Доброта Становится Твоей Сущностью Ты Себя Понуждаешь Сквозь Зубы Кому Не Ответить Кому Наоборот Выдавить Доброе Слово Им Даже Врагу Своему Потом Твоей Сущностью Становится Для Тебя Это Нормально Становится Все Там Пассатижами Руку Разжимаешь Чтобы Кому 10 Рублей Бросить Там Да Плоскогубцами Готовь Себе Пальцы Отрезать Лишь Б Кулак Разогнуть Через Года Как Иисус Сказал Даешь Не Требуй Ничего Взамен Да Все Происходит Не Сразу Конечно Ж Кулачок Рожал Раз Дал Два Дал Увидел Какая Любовь Обратная Увидел И неблагодарность Наоборот Да Но понял Что ты Сделал Доброе Дело Более Того Тебе Неблагодарны Познаешь Жертвенную Любовь И растешь И растешь И растешь Но ты Об этом Не жалеешь А значит Еще растешь Больше Посожалеешь Тут же Свалишься С этой Планки А если Ты понимаешь Ну человек Вот так Вот Недорос Да Он грешник А я должен Ему засветить Вот так Вот Поэтому Конечно же Все это Вообще Истина Познает Спасили Жития Это раз Начинается Она с маленького Это два Никто Из нас Сразу Святым Не становится В один день Это происходит Со временем Это действительно Так Это путь Это путь Тернистый Узкий Долгий Крестоносительный Это обязательно Тут никаких Разногласий Разномыслей Даже быть не может Иисус Прямо Сказал Следующий За мной Заметь Он сказал Следующий За мной Это речь Опять была О христианах О псевдо Христианах Которые Не несут Креста Своего Которые Не познали Что Бог Есть Абсолютная Любовь Крест Означает Абсолютную Любовь Это Любовь К врагам Это Любовь Ко всему Божьему Творению Это то Что Тебя За это Будут Поносить Гнобить У тебя Будут Неприятности Касающиеся Материи Плоти Твое Здоровье Тебя могут Избить Побить Лишить Чего-нибудь Если Ты Еще Вдруг В юном Возрасте Познал Христа Может Родители Будут Прессовать В зрелом Возрасте В старческом Дети Наоборот В молодости Где-нибудь Зрелости Самая Жена Или Муж Наоборот И так Далее Начальники Подчиненные Смешки Подставы Насмешки Унижения Оскорбления Вот что такое Унесение Креста А ты Все равно Любишь Это не значит Что ты Матушком Всегда Никому Ничего Не отвечаешь Правду Не говоришь Но это Не значит Что ты Им Конечно С кулака Зубы Выбиваешь Ты Даешь Четкое Твердое Основание Своего Учения Своего Мировоззрения И свидетельствуешь За это Страдаешь Говоришь Людям Правду В лицо Это Очень важно Понимать Вот и все Только поэтому В Евангелии Возьмите То же самое Веганство Если вы способны Услышать слова Христа Что от начала Не было так Это же касается Всего В раю Был завет вечный К сожалению Сшили там Все вместе Книгу бытия И все это Ветхим заветом Назвали С первой по девятую Главу книги бытия Все что нам описано По идее Должна была Вообще быть Отдельная книга Ее надо было Как-то Выделить Это допотопное Человечество Это завет вечный Это где Действительно Сотворенный мир Был абсолютно Он был вечен Там не было смерти Он был абсолютно Свободен Бог вообще Никак не вмешивался В жизнь Своего мироздания Так скажем И была Заповедь одна Любить друг друга И мы посмотрели Когда Бог Все это отпустил Чем все это закончилось Суть зло Помышления В сердце человека От юности его С утра до вечера Вот к чему докатилось Но завет вечный Никто не отменял Он был от начала Это любовь И свобода Естественно Это тебе И дарует Вечную жизнь Вот и все Ты любя Вкушаешь От древа жизни В это древа жизни Есть Бог Который Есть любовь Любишь Вечен Вечно живешь Жизнь твоя бесконечна Не любишь Вкушаешь смерть Вот так вот Поэтому все Очень просто И конечно же Мой совет Уже Как я вам обещал Поделиться У меня уже Большой конечно опыт За столько лет Служения В интернете В реальной жизни На самом деле Я не говорю Чтобы вы Свои сердца Окаменели Ожесточили И в сердцах Не рвались О том Что вот в мире Столько зла И вас не слышат И так далее Это никуда не уйдет Если вы любите Если ваше сердце Любящее Если вы действительно Превратились в любовь В Божью любовь То вы конечно будете Внутри переживать Но надо В этом мире Режащем возле В этой временной жизни В которой мы все с вами живем В этой шкурке Которой мечтаем Просто сбросить И со Христом быть Да То конечно же Надо научиться Ради собственного Психического здоровья Психологического Духовного Если хотите душевного Как только не называют Суть одна Чтобы остаться в мире С самим собой Надо выработать Некий такой Святой пофигизм Понять что Когда они все Покаемся Что Тот кто перед вами Он просто не созрел Это не значит Что надо его По головке продолжать Гладить Если он грешит В чем-либо Относительно Природы Растений Животных Духов Людей Это не суть важно Вы обличаете Вы говорите Правду Вот Если человек способен Как-то с вами существовать И вы как-то с ним По плоти Ну хорошо Но никогда не вздумайте Отступать от истины Умалчивать Не давать отчет Ответ за нее Когда вас упрошают Никогда не позволяйте Смеяться над истиной Там Всегда говорите правду Это всегда вам воздастся Что бы вам за это не было Это очень важно Этот принцип Всегда свидетельствовать Всегда идти за истины Никогда ее не стесняться Не бояться Ничего Что вам за это будет Потому что Кто постыдится Христа Читай как истину Как любовь Как свободу Как вечность Да Того постыдится Иисус Это очень важно Вот И поэтому Конечно же Мой опыт Показал Теперь Понимаю Христа Понимаю апостолов Да Все это тоже С вами делюсь То же самое Да вы уже Сами много знаете Что конечно же Просто надо свое сердце Надо немножко Не укаменить А просто Такой святой Пафизм выработать Иначе Конечно Сердце разорвется Человек не созрел Вы это видите Бесполезно ему Что-то доказывать Если он способен Что-то слушать Можете говорить Продолжать говорить Да До бесконечности Если будет Все равно Будет как бы трение Но Там есть какой-то Есть какая-то зацепка Если человек сам способен Слушать Да Вы можете Но если нет Вы просто отходите От этого человека Или его от себя Отодвигаете Вот и все Все очень просто Вот Ну надеюсь Я на два вопроса Эти ответил То есть первое Откуда все эти В Евангелии места Казалось бы Есть и для маленького Есть и для первого класса Там информация Есть и для Самой высшей аспирантуры Да Какой-нибудь доктор Как там в научном мире Называется Я не знаю Вот Там все есть Там есть для разных возрастов Если вам кто-то пытается Все это И вы доросли до высших степеней И вы видите Перед собой Младенцев Да Эти младенцы Еще пытаются Что-то там Ветхое с новым сшить Да Или вот Высшее с низшим Хлебушек с молочком Там размочить Никогда На это просто не ведите Опять просто попытайтесь Объяснить человек Что ты не прав Потому что есть Высшее и снизшее Где пребывать Это твой выбор Я могу тебе подсказать Могу показать И ты сам видишь Что есть низшая степень Есть кто Иисус Называет пророком А есть высшая степень Узреть в нем Бога И обрести полноту Благопытия Выбирай сам Что тебе делать Да Есть кто там Не то что животных Там людей не жалеет Да Во имя Бога Да Есть такие Есть такие А есть где И трости надломленные Не переломят Выбирай сам Как тебе жить В этой жизни Вот и все Вы такое сказали Человек Пусть он сам решает А то что есть разные Да есть разные И каждый даст Отчет за себя И каждый вкусит Ту славу Который достоин Это очень важно Не количество дел Как протестанты Пытаются Нацмеиваться Над учением О святой жизни О спасении По делам Спасать человека Именно делами Святой жизнью Делами читай Как жизнью Нигде Ни Иисус Ни апостол Не говорили Количеством дел Делами А делами Говорили все Постоянно Начиная от Христа Что воздаст Каждому по делам Его Заканчивая его Апостолами Заканчивая книга Откровений Хотите Да Человек суется По делам По делам жизни Так что вот так вот И то Это не суд будет Бородатого дяди С этими Судебными Париками Там Кудрями И вы будете ему тыкать Ты видишь Бог Ты тут в Библии Видишь Что ты сказал Моисею Пойди и вырежи Вот тот соседний народ Я и пошел И вырезал Я же вижу Ты Моисею Сказал Я вот принял к себе Пошел и вырезал Да Не щадя ни детей Ни стариков Ни женщин кормящих Что ты мне скажешь Вы думаете Бог будет судить Вот таким вот Да Таким способом Конечно нет Даже по делам Где написано Естественно Бог не будет Никитова дела Разбирать По кусочкам Это будет сущность человека Она будет явлена Во всем его Духовном теле Каждый получит это За себя Каждый будет в том мире И среди тех людей Которые Определенного круга Вы помните Сколько небес на небе Почему-то Павел На каком-то там Третьем Кто-то на девятом Был Оказывается Есть и круги ада Разные Да Кто-то пониже Кто-то повыше Оказывается Все Каждый вкусит по делам Из одного места В другой Просто так не переходит Это очень важно Вот так вот Поэтому Первое По поводу Библии Я надеюсь Вы уже поняли Есть пища для всех Начиная от первого класса Заканчивая Самой высокой аспирантурой Какой-нибудь Магистратурой Как там называется Да Есть грудное молочко Есть сухари Да Для взрослых Все есть Есть для первого класса Есть туда Есть такое Есть такое Есть для учеников Есть для учителей Это очень важно Вот Всякое есть Естественно Путь-то жизни какой Возрастание Я Подвязываете Подвязываете Вот и все Это очень важно Понять Такие вещи Все Туда уже не сходите Ну да В триходика Вы там Думали Что вы там Супер Какие-то куличики Из песка лепите Что это какая-то Прямо Великая вещь Да Она должна сохраниться На века Когда взрослый человек Строит себе дом Там мужчина И видит ребенка В песочке Что-то там Лепящего Из палочек Понятно В себе это посмеивается Вот У каждого своего возраста Своя суть жизни Да Тогда для него И палочки У него развивалась Тогда моторика Мышление И так далее Всему свое место Конечно Он в этом домике Не будет жить Он там шалашик лепит Как говорят Из говна и палок Да Конечно Он развалится При первом дожде Но он развивается Пока он так строит Потом научится строить По-настоящему Вот Так что вот так вот Это очень важно Понимать такие вещи Вот И не рваться сердцем Потихоньку В жизни приходить Вот к этому пониманию Самому достигнуть совершенства Это очень важно И должна быть цель жизни Каждого человека Стремящегося к познанию истины У нее есть предел У нее есть совершенство Так скажем Которому мы стремимся И потом Научить этому других Вот и все И на людей Когда вы смотрите Когда вы общаетесь Конечно же Анализируйте Глядя на них В каком они возрасте Судите по словам По делам Вот и все Это все понятно Если он не дорос Вы видите Ну вы можете попытаться Поднять его Открыть ему Чуть побольше Завесу Как и господь это делает Пойдет он Хорошо Нет Противится Но отойдите от него Или отодвиньте его От себя Или то и другое Делается порой Одновременно Вот и все Ничего вы не сделаете Попишу вы Сломать этого Не сломать У нас такой заповеди Нету Любовь Она Насильно Мил не будешь Истина познается Добровольно Добровольно Это очень важно Вот такое вот понятие Вот так вот Вот такой вот ролик В простоте Я говорю Можно было бы до бесконечности Там что-то цитировать Или просто читать Евангелие Или там Новый Завет На предмет такой темы Как возрастание В познании истины Потому что Этим преисполнено Весь Новый Завет Само Евангелие О жизни и учении Иисуса Христа И затем его апостолов В книге Иоанне И так далее Идет познание Очень важно Именно поэтому Там и у апостолов Разные вещи есть Казалось бы Прямо противоречащие Друг другу Это очень важно Понимать Они и к себе сначала Да Не шибко требовательны Как и мы все Да То все больше 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 Ты все больше Больше подвязаешься В святости Все больше Больше к себе Предъявляешь Так называемых требований Вот Это тоже все Очень важно Вот так вот Так что Вот такое вот видео То что я вам Хотел сказать Надеюсь вам Это полезно Назидательно Так что Познавайте сами Никогда не смущайтесь Всем кто Вопрошает Давайте ответ Что можете Показывайте Не смущайтесь Никогда Я говорю Вы знаете Есть такое понятие Вот христиане Готовы заплевать Друг другу Цитатами Это иноверцы Или это иноверцы Или вообще Какие-нибудь Атеисты Чем-нибудь Из Библии Никогда На это не смущайтесь Разбирайтесь В этом Вникайте В это Каким вам стихом Плюнули В лицо Вы его Разберите Вдумайтесь С него Что там Плюнули На царя Давида Сослались Вы скажите Да я Не почитаю Его святым Да Ну да Он такое делал Он за свои дела Ответит Он там И при жизни Хлебал за это Да И Несомненно И по смерти Хлебанул То что сеял Это однозначно Закон бумеранга У Бога работает Всегда Каждый пожнет То что сеял Чтобы познать Полноту истины Вот и все Какое вам место Христос сказал Ну да Говорил Ну и что Называл себя Сыном человеческим Да Многие не способны Были его понять Да Его просили Прикоснуться Он прикасался Он не спорил Не говорил Вот маловерный Да Иногда кому-то И так говорил То есть все По человеку Пытался каждому Как он действительно Об Иисусе Прекрасно сказано Я уже В принципе Вам эту фразу В интерпретации Вспомнил Да Что он Льна Дымящегося Еле-еле Не загасит И трости Надломленной Не доломает Это очень важно Кому-то Он твердо Говорил Для кого-то Сразу Планку Достаточно Высокую Говорил Все Вот там Он сказал Богатым Этому юношу Пойди Продай Только юношу Но это не ко всем Ну как Не ко всем Да Еще как Ко всем Вопрос Что я Этому юношу Сказал За которым Пирас видит Да Такую планку Поставил Мы видим Что некоторым Он планочки Пониже Ставил Да Вопрос Доросли ли мы До этого Нужно ли Дорости Конечно Нужно А как же Вот так вот Почему я Ему Он там Сказал Пирас Увидя А что Не сказал Ну поди 100 рублей Там пока Кому-нибудь Нищему Подай Приходи Нет Сказал Потому что Видел сердце Тоже очень важно Мы в жизни Живем Точно так же Поэтому Просто во все Это вникаем Разбираемся Здесь так Здесь так Понимать надо Высшие вещи Стремиться к ним Ну и потихоньку В этом укореняться Вот такое вот видео У меня на этом все Всем спасибо За просмотр До встречи В следующих роликах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok